И мы переходим к третьему докладу. У нас представительница Франции Беатрис Маркотеги. Правильно, я надеюсь, произношу рассказ о, насколько я понимаю, наземной обработке системе террамобилета. Продолжение следует. Я работаю на разработку 3D-картографии. И мы сейчас поговорим о тех службах и услугах, которые мы представляем. В своей презентации я поговорю об одном из компонентов этого проекта, на котором работают целый ряд специалистов, которые указаны здесь, на этом слайде. Я представляю другими словами, с одной стороны, свою работу, но также работу своих коллег. И каждый раз я буду ссылаться на них. И потом, если хотите, я могу с вами обсудить. Если вы хотите состыковаться с каким-то из этих специалистов, я могу вам помочь. Итак, здесь представим план. Я вначале расскажу о проекте террамобилета и основных его целях. И потом поговорим о методах регистрации и получения снимков. Потом я представлю вам информацию по анализу, о котором я говорю. И сделаю несколько выводов. Прежде всего, я хотел бы рассказать вам о том, как я узнал о вашей конференции. Я прочитал объявление вашей конференции на сайте ISPRS. И так получилось, что я работаю в Фонтенбло. И я удивился, что именно в Фонтенбло планируется следующая конференция. И большое, кстати, спасибо за то, что вы пригласили меня на эту конференцию. Для меня это первая конференция Ракурс. Здесь вы видите здание, которое находится где-то в 100 метрах от замка Фонтенбло. И там находится центр математической морфологии. Это общая лаборатория, которая занимается любыми снимками. Медицинскими снимками, сейсмическими снимками, мультимедийными снимками. Когда мы смотрим на текст, пытаемся детектировать текст в разных снимках. Но сейчас я поговорю, конечно, об анализе облака точек. Потому что именно это представляет основную тему интереса для этой конференции. Поговорим о проекте TerraMobilita. Ее целью является разработка нового автоматического подхода по 3D-моделированию. Подходы с целью производства, актуализации, создания новых карт городов. Сегодня утром вы видели карты, которые получены были 20 лет назад. И основной целью было достаточно за короткий срок, может быть, каждый месяц, может быть, получать информацию о 3D-снимках. Получать дополнительные указания на то, что... на изменение характера местности или рельефа, или типа дороги. И также, что позволило бы нам выделять 3D-информацию. К примеру, для того, чтобы... когда вы хотите разработать специальные дорожки для людей в инвалидных креслах, нужно найти место, как вы можете обеспечить доступ этого человека к какому-то зданию. Или если вы катаетесь на роликах, вы должны знать, что на той дорожке, где вы катаетесь, вы случайно испотнете себе какой-то кирпич или, не знаю, там, дорожное покрытие. То есть вот мы работаем с этим. Вот в нашем проекте мы работаем с получением регистрации 3D-моделирования. Мы поговорим сейчас о том, как мы получаем наши снимки, регистрируем их. У нас есть данные, получаемые из различных систем. У нас есть две мобильные станции, которые работают в 3D, с IGN. Это наш французский географический институт. Но также мы получаем данные из фиксированных сканеров, из компании Trimble. Они работают и на других платформах, которые представляют собой компромисс между производительностью и также точностью. Мы увидим это чуть позже. Мы пытаемся анализировать уровень доступа для различных физических достатков. Уровень высоты бордюров, которые не всегда легко идентифицировать. Мы разрабатываем систему, которая называется Stop&Go, когда старые устройства внедряются в тележку, которую можно толкать вперед. И мы смотрим, которые могут проезжать эти тележки, проезжать через различные. Мы таким образом моделируем возможность ситуации, в которой может оказаться человек в инвалидной коляске. Вот мы показываем, как работает система получения снимков Stop&Go. И с помощью этой системы мы получаем последовательные результаты для достаточно больших зон и территорий. Один из примеров представлен здесь, на большой территории. К сожалению, не видно все это. Но в любом случае в нашей системе захвата снимков мы можем зарегистрировать каждый индивидуальный аспект. Каждый этап. Также мы фокусируемся на разработке относительной системы локализации, с помощью которой мы... Которая основана на регистрации различных стадий. И они делают это на основании получения целой серии снимков, которые позволяют им разрабатывать в реальном времени систему локализации. Обратите внимание, здесь представлен снимок этого прототипа. И также автоматическая система целенаправления. Получая информацию из различных сканеров, мы детектируем, скажем так, планы. И в результате получаем снимки, которые получены с 230 станций, которые произвели последовательную 3D-модель всего за 3 часа. С очень неплохой и средней точностью. А также еще один пример заселенной городской территории, которая состоит из миллиарда точек. И за 9 часов был собран этот результат, что очень неплохо за такое короткое время, с учетом этого контекста. Также мы работаем по оценке точности. Каким образом можно анализировать вашу систему, как можно проанализировать ее уровень точности. И для этого мы разработали систему, которая позволяет ее полностью автоматизировать. Автоматизация проходит в автоматическом режиме. И там есть ссылки на это. Я, к сожалению, не могу углубляться в детали этого процесса. Здесь представлена информация о системе, которая помогает нам объединять, интегрировать данные с IMU с одной стороны и с радиометрами с другой, для того, чтобы получить более точную систему локализации. И можно также сказать, более точную систему локализации вот этого автобуса. Итак, поговорим о 3D-моделировании. Я говорил об автоматической симуляции модели. Мы получаем не просто облако точек, где вы не знаете, что представляет собой этот пиксель, но мы должны привязать каждую точку к фасаду, к земле, к жиру или к машине. Мы должны выделить эту информацию, отфильтровать ее от облака, из облака точек. К примеру, если вы получаете снимки из города, и там проходит какой-то пешеход, вы должны понять, что пешехода вы должны убрать с карты, потому что он не является природным каким-то барьером. И делать вы должны как-то в максимально автоматическом режиме при разработке городских карт. Здесь представлен пример использования этих подходов. Мы также работаем над диапазонными снимками. Обратите внимание, здесь вы видите, как мы можем сегментировать облака точек в 3D. И мы классифицируем эти объекты, которые сегментируем. И мы можем сказать, что вот это вот машина, пешеход или земля. Мы получили неплохие результаты в нашей собственной базе данных. Но мы также сравниваем это с наиболее передовыми системами. Есть база данных Галагаю. Здесь вы можете сравнить, наверное, побыстрее пройду. Сейчас еще быстрее, чем я уже говорю. Здесь у меня, к сожалению, мышки нет. Не могу показать, где это находится. А, вот так. Большое спасибо. Да. Здесь вы имеете результаты нашей данной. Это вот обычная система, которую мы использовали для классификации. Мы получаем где-то 80% качество из классификации, что превышает другие характерные аналогичные системы. Я ссылаю сейчас вот на это исследование. И мы получаем также это за 5-10 раз быстрее, чем другие аналогичные системы. То есть в этом аспекте мы также добились неплохих результатов. Также время расчета, которое нам нужно для расчета этих классификационных этапов, составляет примерно время сбора этой информации, время получения этих снимков. Что касается диагноза доступности, существует закон в нашей стране, по которому мы должны предоставлять равные возможности для всех людей, вне зависимости от их физических способностей. Поэтому все города обязаны предоставить своим гражданам доступ для любого человека в любое место. Будь то человек, владеющий своими ногами, или люди на инвалидных колясках. Уже несколько лет было потрачено на то, чтобы адаптировать города под наших инвалидов. Это требует применения автоматических методов, когда мы можем сказать, что здесь нельзя к этому месту ехать на инвалидной коляске. Таким образом, мы сейчас с помощью нашей системы определяем высоту бордюров и подсчитываем эту высоту, насколько ее можно преодолеть человеку в инвалидной коляске. Опять же, мы получаем результаты в нашей базе данных. Мы всегда сравним это с аналогичными системами. И мы видим, вот то, что я говорил раньше, в среднем мы получаем вот такие результаты. Это аналогичная система, а результаты указаны по среднему уровню. Мы видим, что в среднем мы очень редко получали неправильные расчеты. В большинстве случаев мы выделяли действительно реальную высоту бордюров. Мы провели анализ по измерению. Почему? Потому что часто некоторые вещи мы не определяли только из-за того, что мы не видели эти бордюры, из-за того, что они были закрыты машинами, припаркованными на обочине. Итак, здесь вы видите пример того, что мы делаем, чем мы занимаемся. На примере вот этого участка с синим цветом отражены фасады, серым цветом земля, 3D-объекты оранжевым. Красным выделен слишком высокий бордюр, который не позволяет людям в инвалидной коляске проехать, а зеленый цвет – это низкие бордюры. Здесь также используется система IGN, которая после определения высоты бордюров мы моделируем достаточно точно дорогу с одной стороны. И мы предоставляем достаточно точные подходы по моделированию. И мы работаем с также закрытыми, с окклютированными территориями. И мы пытаемся таким образом предоставить проблему окклюзий, препятствий. Здесь представлен пример других результатов. В заключение, я хотел бы сказать, что с точки зрения получения и регистрации снимков, мы используем достаточно конкурентоспособную систему автоматизации, которая позволяет обрабатывать достаточно большие территории. Что касается TerraMobilita проекта, мы используем достаточно инновационные платформы, такие как Stop&Go и другие мобильные системы, которые повышают уровень точности по локализации благодаря нашим подходам и системе обработки снимков. И также система оценки точности позволяет нам проанализировать результаты, которые мы получаем. Что касается сегментации и классификации 3D объектов, мы видим, что мы получаем более быстрые и точные результаты, чем другие аналогичные системы. Я забыл также сказать, что мы также фокусируем нашу работу на том, чтобы предоставить базы данных, которые у нас есть по Парижу и обществу. Эти данные предоставляются таким образом. Любые люди могут сравнить результаты по разным подходам. И, наконец, также есть и моделирование пешеходных участков и высоты бордюров. Да, большое спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, задавайте. Большое спасибо. Будут ли вопросы для выступающих? Спасибо. Спасибо.